Всем здравствуйте, дорогие подписчики моего канала, да и не только. Это канал Красный Синий Конь, и сегодня мы с вами порассуждаем, куда же придет Эллен Холланд. Хотя это и логично, но все-таки смысл порассуждать есть. Я предлагаю не тянуть, мы погнали. Холланд в этом сезоне, получается, отыграл 2-4 матча, в которых забил 22 гола и отдал 7 голевых придач. Для молодого игрока, которому 21 год, это просто бешеная статистика. 22 гола в 24 матча, просто вдумайтесь. Но при этом он играет не в совсем таком хорошем клубе, точнее, это мой любимый клуб Германии. Но Холланд, если честно, его уже давным-давно перерос. Вы скажете, а почему же он чемпионство уже с ним не взял, если он его перерос? Ну, во-первых, у Баруси нет таких игроков, как у Баварии. Бавария чисто качеством игроков берет. А Баруси такого себе позволить не может. И Холланд один пытается тащить. Естественно, что если топ-клубы Европы видят такого молодого перспективного игрока, который уже представляет себя одного из лучших футболистов на данный момент мира, естественно, за ним будет интерес. Но так вот, было куча-куча слухов. Один из слухов, это то, что он перерет в Барселону. Второй слух, что он пойдет в Реал. И третий слух, который прям самый такой, это Манчестер-Сити. Давайте отдельно покажем. Барселона, на самом деле, тут такое. Вроде даже слухи идут, что туда идет Ливандовский. Я сам болею и всегда болел за Барселону. Но, на самом деле, сейчас она не в лучшем таком состоянии. И для Холланд это может быть испытанием. Тем более, как мы знаем, что Мбаппе переходит летом в Реал. Холланд придет к Барсу. Это, знаете, будет как противостояние Мэйси Роналду. Вот как было в Ла-Лиге, вот сейчас тоже что-то типа того будет. Я бы, на самом деле, посмотрел на это. И в Испании, мне кажется, для Холландо Барселона это лучший вариант. Она только старует, только набирает ход, хотя проигрывает часто, очки теряет. Но все же Барселона примерно что-то из себя начинает представлять снова. Да, безусловно, это, конечно, не та Барселона, которая была при Гвардиоле. Но это и логично. Таких игроков больше нет. Они уже все поуходили. Кто-то в Атлетико Мадрид, кто-то в ПСЖ. Ну, так вот. И тут, на самом деле, а представляете ли Мандовский Холланд? Конечно, не уверен, что там денег хватит. Но все же, было бы очень круто связка Холланд-Получается ли Мандовский. Реал Мадрид. Тут, мне кажется, это худший вариант. Так как мы знаем, что там придет Баппе, там есть Бензема, там есть Венисиус Джуниор. И то есть, Холланд там не сможет стать такой единой звездой. И там будет прям жесткая битва за состав. И мне кажется, что Холланд туда не захочет идти как раз из-за этого обилия игроков. Потому что Холланд может даже проиграть конкуренцию Бенземея. Но на самом деле, я посмотрел на такую связку Мбаппе, Холланд и Венисиус. Было бы достаточно интересно. Но все-таки, я как фанат Барселоны, крайне не хочу, чтобы Холланд переходил в Реал Мадрид. Поэтому лучше в Барсу Эринг. Зачем, чем в Реал? И самый такой вероятный варик, это Манчестер Сити. Тут на самом деле, все достаточно интересно. Манчестер Сити самый сильный клуб в Англии. Правда, недавно из ЛЧ вылетел, что крайне печально. Я очень бомбил. В чате Клин сообщались. Я, получается, там был человека два, которого за Манчестер Сити топили. По нотариалу там вообще с ума сошли. Ну, я, правда, могу Реалу похлопать. Это была отличная победа. Ну, так вот. Во-первых, там будут бешеные деньги. Куча разных инсайдов. Кто-то говорит, что 240 миллионов евро. Кто-то, что 250 миллионов евро. Как мы знаем, на данный момент самый рекордный трансфер, это трансфер Неймара из Барселоны. 220 миллионов евро. И тут Холл, получается, бьет. На самом деле, Холл сейчас, конечно же, сильнее Неймара. И мы знаем, что Сити некуда девать свои деньги. И, блин, на самом деле, в Англии на Холланда было бы очень интересно посмотреть. Правда, там Гвардиола пытается играть без чистого форварда. Типа с ФДшником таким. Но ведь им придется перестраиваться. И будет снова такая обычная классическая схема 4-3 или что-то наподобие того, где Холл будет чистым форвардом. Но почему-то, не знаю, я ничего не говорю, но у меня просто ощущение, что он туда не придет. Но это чисто такое ощущение. Но все же, ему там такие бабки предложат, что там бы никто не отказался. Да и тем более АПЛ это лучшая лига мира. А Майкетер Сити, получается, если он занимает постановочемпионство АПЛ, фактически он лучший клуб мира. Но это чисто так. Я ни на что не намекаю. Но на самом деле не лучший клуб мира, а самый богатый клуб мира, если там с пассажирами сравнивать. И мне кажется, что Холланд в Сити прям идеально вольется. Я бы на него там посмотрел. Прям очень хотелось бы его там видеть. Наверное, все-таки Реал сразу отметаем. А вот Барселона и Майкетер Сити оставляем. Вот это было бы интересно. На самом деле Холланда я обожаю. Вот когда на него смотришь, то прям видно, что это будущее всего мирового футбола. Конечно, там что-то он звезду ловил. Возможно, и сейчас. Но на самом деле он реально перерос Барусию. Ну, напишите свое мнение в комментарии насчет Эрлинга Холланда. Куда бы вы хотели, чтобы он перешел. Лично, как я и сказал, это Майкетер Сити и Барселона. На самом деле там больше вариков нет. Вот только Реал. Но Реал это явно, думаю, не его клуб. Ну, а это был канал Красный Синекон или же Ред Блукорс. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Всем удачи. Всем пока-пока.